Согласитесь, без запаха хвои Новый год не тот. И что бы ни утверждали защитники природы, мол, жалко деревца, традиции есть традиции. Поэтому айда на ёлочный базар выбирать пушистую новогоднюю красавицу. Сейчас предприниматели многие уехали за ёлками, кто-то уже привозит, остальные привезут на днях. Ёлки у нас будут и из Ульяновской области, из Пензенской области, из нашей Саратовской области. Ценовой диапазон будет различный, ну от 200 до 300 рублей в зависимости от внешнего вида, в зависимости какая-то ёлочка. Ёлочных базаров у нас 37. Собственно, они остались те, как и в прошлом году. Также ёлки у нас можно будет купить на всех ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня. Балаковский лесхоз начал заготовку с осен ещё в октябре. И это, говорят сотрудники лесхоза, ещё поздно. Некоторые начинают заготовку в августе. И в этом случае не работает принцип. Чем позже срезали, тем дольше будет стоять. Ёлки заготавливались в октябре месяце, потому что ёлки заготовлены в декабре. У них иголки опадают, они желтее становятся, поэтому заботились заранее. В этом году заготовлено где-то полторы тысячи ёлок. Для того, чтобы покупателям было удобно, на некоторых торговых точках используют технические приспособления. В этом году мы приготовили упаковщики для ёлок, чтобы человек мог в машину упаковать ёлку и положить, чтобы можно было довезти. Потому что если её не упаковать, положить в машину, её потом не вытащит она. Сейчас, когда работа ёлочных базаров только начинается, выбор зелёных красавиц пока большой. Разной высоты и пушистости на любой вкус и для любого помещения. Самые маленькие, полтора метровые. Кому-то хочется маленькие ёлочки. Самая востребованная длина это где-то метр восемьдесят. Большие ёлки, садики, школы, клубы, дом культуры. Но для того, чтобы накануне Нового года предприниматели, реализующие сосенки и ери, не побросали свой товар, как и где придётся, им нужно будет заплатить утилизационный сбор. Платят сбор определённый, чтобы потом, 31 числа, у нас не оставались ёлки, не валялись. Их свозят в одно место и Балавтодор централизованно вывозит. Потому что не секрет, что ёлки бывают привозят большее количество, они остаются. Чтобы они 1 числа у нас горами не лежали в разных частях города, значит, вот будет производиться централизованный убор. Субтитры создавал DimaTorzok